Всем привет, меня зовут Таня Брягина, в новом канале. Сегодня мы с вами снова приехали в Мегу Дубенко, чтобы зайти в лайм, маак и, если время и сила останутся, в гости. Но для начала я хотела похвастаться своей новой сумочкой от моего любимого бренда Милскарта. Смотрите, какая удобная вместительная сумка. Я давно ее хотела, смотрела, смотрела и все-таки заказала в белом цвете. Думала между черным и белым, но решила все-таки в белом. Кстати, не забывайте про мой промокод Милскарта, я, как обычно, его оставлю внизу. Он все еще действует, но сумку я заказывала на Wildberries. Покажу, что у меня туда поместилось. Там очень-очень много всего. Во-первых, у меня там очки. Во-вторых, телефон, ключи от дома, солнцезащита. Куда же без нее летом. Карта, естественно, немного косметики, помада, консилер, пудра Gucci и жвачка. Кстати, даже книга бы поместилась, просто книга мне сегодня не нужна. Но вообще, я часто с собой беру книги, поэтому такая вместительная сумка мне просто необходима летом. И сейчас вам сразу же буду показывать, что на мне. На мне костюм с Wildberries. Сейчас его уже нет в наличии, ссылка сгорела, но я недавно видела похожий. Сумка, как я уже и сказала, Милскарта, топ села и обувь Эконика. Такие вот удобные мюли. Все, я доедаю свой десерт и идем. Ну все, мы на месте. Первый магазин Lime. Вы скажете, все в Lime сейчас входят. Но я сюда пришла для того, чтобы кое-что примерить, кое-что для себя посмотреть. Потому что нашла для себя несколько интересных моделей на сайте. И начнем мы вот с этой вот Боха коллекции, где очень много льна, хлопка, натуральных тканей. Все, что я так люблю летом. Очень понравилась мне сразу же рубашка. 6 тысяч, смотрите, актуальная, трендовая бабушкина салфеточная вязка кружевом. И здесь 100% льна в составе декор 100% хлопок. Очень красивая рубашка, несмотря на то, что она черная. Я считаю, что летом льняные черные вещи достаточно комфортны в носке. Тем более у нас не бывает сильно жаркого лета. Хотя каждый год надеемся. Такое этническое платье тоже симпатичное. И тоже я вижу, что оно из-за льна. 6600 у него стоимость. Ну, кстати, с подкладкой. 55 льна, 45 хлопка. И подкладка 100% хлопок. Классная вещь для отдыха, да, в принципе, и для города. Которая будет радовать много сезонов подряд. Потому что такие этноплатья в моду постоянно возвращаются. Здесь местами мигает свет. Ну, я надеюсь, что вы не будете обращать на это внимание. И будете обращать внимание только на красоту вещей. Смотрите, какой вязанный костюм. 5000 стоит вверх 6 брюки. Летом на какой-то телесный купальник. Либо даже на телесное белье. Это 100% хлопок. Очень качественно он выполнен. И классно, конечно же, будет смотреться в отпуске. Где-нибудь на юге Италии, например. Кто туда собирается? Кто куда, кстати, собирается в отпуск, пишите. Я пока не знаю. Я думаю, что мы поедем не раньше августа. Но хотелось бы, конечно, куда-то попасть в Европу. Либо рассмотрим Кавказ, Грузию и Армению. Вот красивое платье. И для города, и для отпуска. Эффектное. 6000. Отлично тянется, кстати. Может быть, даже его примерим сегодня. И здесь в составе. Неудобно, когда на бирках не пишут состав. Всегда ругаюсь по этому поводу. Потому что нужно еще найти, где это внутренняя бирка. А, вот все, нашла. Основной материал хлопок 100%. Подкладка вискоза 89 и 11 полеонидов. Классный состав, классное платье. Я считаю, что адекватно, а вполне цена. Костюмчики тоже симпатичные. С вышивкой. Вышивка качественно выполнена. 5600 стоит вверх. 6 брюки. И давайте по составу. Я думаю, что это тоже лен. Да, 100%. И вот такие платья. Тоже мне очень нравятся. 9000. Сейчас посмотрим, что в составе. Они каждый год также актуальны. Я бы только укоротила, потому что я все-таки мини больше люблю. 55 на 45 хлопков в составе. Декор 100% хлопок. Мне наивает что-то такое, знаете, чеховская. Какая-то загородная усадьба. Конец 19 века, либо начало 20. И какая-нибудь юная девушка сидит в нем с утра на веранде этой усадьбы и пьет какой-нибудь там чай с малиновым вареньем. То есть что-то такое элегантное, нежное и что-то даже немного, может быть, относит нас в прошлое. Целую историю снова придумала. А вот современная загородная, либо отпускная. Льняной костюм с хлопковой подкладкой. 3600 шорты. 5600 вверх. И здесь же к нему такие шлепанцы. Как вы знаете, лайм теперь делает и обувь. 9000. Натуральная кожа. Симпатичная. Кстати, также и для загородных поездок, и для отпуска. Из века 19-го переходим в начало 20-го. Снова нулевые. И здесь мое внимание привлек вот такой вот необычный образ. Сейчас, вы знаете, корсетная тема сейчас очень актуальна. Остается и здесь джинсовка-корсет. 6000. К ней предлагают взять вот такую юбку карго. Я уже насмотрелась на карго, пройдя по магазинам. 4600 стоимость. Давайте по составу посмотрим, что в составе. 100% хлопок. Тоже неплохо. И, пожалуй, брюки карго. Мне уже надоели, а вот юбки карго еще пока не настолько. Вот эта юбка мне очень нравится. Не могу понять, где ее передняя часть, а где задняя. Как будто бы ее неправильно повесили. Мне кажется, что вот эта все-таки передняя. А разрезик должен быть сзади. Судя по бирке внутри. Из необычненького прямые длинные джинсы с принтом за 4000. Тоже такая тематика нулевых. И кто вот ищет не сильно плотные джинсы на лето, эти джинсы как раз я бы назвала облегченными. Мне единственное не очень нравится, что посадка слишком высокая. Я хочу сейчас все-таки носить среднюю посадку. От высокой я подустала. Но тут уже дело вкуса. Я думаю, что многие девчонки будут носить высокие джинсы еще много-много лет. И прекрасно, что сейчас мода многовариантна. Мы можем носить и высокую посадку, и среднюю, и заниженную. Кому что больше нравится. Это тоже меня куда-то в юность относит. У меня, по-моему, была такая рубашка или футболка. В общем, тоже на ней был как будто бы джинсовый принт. 2000 стоит вот эта сеточка полупрозрачная. Ну, я пока как-то не соскучилась, честно сказать. Хотя, может быть, для юных девчонок, кто еще такое не носил в нулевые, будет интересно. Для меня, наверное, уже нет. О, вот это тоже прикольно. Мне кажется, даже это более прикольно. Такой укороченный топ, на котором как будто бы корсет. 1800 и в составе здесь 93% хлопка, 7 эластаны. Вот это уже лучше. Что тут еще? Разные сетки, футболки, платья, резинки. Ух ты! Мне кажется, так хорошо скорректирует фигуру. Если он соберет, то он плотно тянется не очень сильно. Где ценник? 5000. Ну, немного дороговато. Можно, мне кажется, за три найти, по-моему, в Лав Репаблик. Они стоят три. Вот белая классная. Я бы белая взяла на лето, если бы было в мини-длине. Что тут? Москарга, полоска. В общем, все то же самое, что и было. Но я приехала сюда не за этим. Пока не вижу то, что я хотела. Покажу вам еще вот такую вот тоже тему. Якобы корсетную, псевдо-корсетная, точнее, тематика. 2000. И я думаю, что этот топ также из хлопка. Если вы купили юбку карга и не знаете, с чем ее носить, либо длинную джинсовую юбку, можно носить вот как раз с таким топом. 93% хлопка, 7 эластана в составе. Отличный топ. Как быть в тренде и при этом особо не потратиться. Джинсов всяких разных здесь миллион. Но я нашла самые трендовые, металлизированные. Вы знаете, что металлики сейчас невероятно актуальны. Селебристые, золотистые. Здесь золотистое такое напыление. Очень, кстати, неплохо выглядит. Мы сейчас вблизи его попытаемся передать нашей камерой. 7000, но остался, к сожалению, только самый большой размер. Если бы был 34-й, я бы примерила. Вообще эффектная вещичка. Тем более я обычно вижу серебристые, металлизированные брюки. А мне бы хотелось именно золотистые. Потому что у меня, наверное, как-то больше золотистой фурнитуры в гардеробе. И сумки в основном также с золотистой фурнитурой. Ну и для лета, мне кажется, золото как-то более подходящее. Хотя тут тоже нужно смотреть на ваш оттенок кожи. В общем, я хотела бы такие. Снова перышки мои любимые. 8000. Отличный кардиган. 72% вискоза, 28% полиэстера. Думаю, вечером, летом в нем будет не жарко. Да и зимой он пригодится. Ну, вы знаете, я перышки люблю. Мне такие вещи нравятся. Тем более их всегда можно отрезать или даже отстегнуть. Да, они на пуговках. И превратить этот кардиган в обычный базовый. О, эти заколки. Я помню, что их все искали. У меня такая есть. 1200. Если вы все еще хотите, то можно здесь приобрести платье. Я это платье уже видела. Кстати, какое-то такое же в магии висит. Мне не нравится, что этот бант на животе не отстегивается. Едем дальше. О, вот этот класс. Вы знаете, у меня тоже есть пиджак с перышками. Здесь перышки также отстегиваются. 13000. Сам по себе он хорош. Держит форму. Классический, не жидкий. Не сильно объемный. Такой легкий-легкий оверсайз. Давайте посмотрим по составу. 66 полиэстера, 28 вискоза, 6 эластана. Подкладка пополам. Примерно полиэстер с вискозой. Очень хороший, классный, плотный. Я бы взяла. Тем более можно носить как обычный базовый, так и как вечерний праздничный. Такие простые летние платья также люблю. Стоимость 5000. Есть в разных цветах. Состав также натуральный, приятный. В них не жарко. 55 льна, 45 хлопка. Подкладка 100% хлопок. Но мне такие немного надоели. И я бы все-таки обратила внимание на то льняное платье, которое я вам показывала в начале. Оно как-то более свеженько смотрится. Либо обратила бы внимание на шитье. Но платье и шитье практически невозможно найти, чтобы оно выглядело современно. И шитье было действительно качественным. Я пока в поиске. Уже несколько лет еще. А вот для тех, кто заперт летом в офисе и должен одеваться более-менее закрыто. 53,47 льна в составе. Брюки 5600. Вверх 9. Отличный костюм. И мне очень нравится его оттенок. Выглядит круто. И можно вечером куда-то в этом же пойти посидеть. И вот такие расслабленные льняные костюмы для каких-то также семейных выходных, для прогулок, для отпуска. Очень люблю. 5000 стоит низ. И 5000 стоит вверх. Здесь стопроцентный лен, но есть в разных цветах. Зеленый, белый, синий. Кому какой больше нравится. Белый, не чисто белый. Обратите внимание, что он скорее молочный. Это не совсем не беленый лен, но такой. И не совсем выбеленный. Промежуточный вариант. Нашла прикольную джинсовку. Мне кажется, обычная уже у всех есть. А вот такая объемная и с принтом как будто бы на бандане. Обычно на банданах, знаете, бывают такие. За 9000 можно и приобрести. Ну и за счет того, что здесь белый принт, классно бы отсмотреться с белыми джинсами, белыми шортами. Хотя можно и цветом дополнить, почему нет. Более интересный вариант, если ищете себе джинсовую куртку. Летним вечером накидывать необходимые вещи. И вот так же всегда с собой беру. А вот это нет. Платье сосисочка вас не украсит, скорее всего. Вот это тоже нет. Чувствую уже какой-то противненький полиэстер стопроцентный. Будете так же потеть в жару. В общем, тоже не рекомендую. Хотя я особо не потею. Иногда могу какое-то платье из полиэстера надеть. Но обычно это что-то такое типа шифона продуваемое и легкое, воздушное. Лучше, конечно, на натуральных тканях останавливаться. Тоже чувствую, что платье, костюмы эти все из полиэстера. Хотя вот это, возможно, и вискоза. Да, вот это уже вискоза. Кстати, симпатичный костюм. Из топа. Из свободных брюк. Жаль, рубашки нет, потому что мне больше нравятся такие костюмы с рубашками. Давайте посмотрим, сколько стоят. 4600 брюки и 2600 топ. Нашла такой нескучный леопардовый джинсы, которые я хотела леопардовое. Пока не нашла. Жилет за 4600. Ткань похожа на деним, но здесь вся фишка, конечно, в этих пуговках с каменьями, с изумрудами. Носится на голое тело. Носится как на вечеринке, так и вниз под костюм. 100% хлопок в составе. Нашла африканские мотивы. 83% вискозы, 17% нейлона. Подкладка 80% хлопок, 20% полиэстер. За 4600. Но вот я грущу. Знаете, по какому поводу? По такому, что практически все на лето это либо сарафаны, либо у многих платьев такой вот невнятный какой-то укороченный рукавчик. А хочется наоборот, что-то с длинным рукавом. Очень сложно такое всегда найти. Ну, кстати, на этот сарафан можно набросить жакет, который здесь рядышком висит. 9000. А что в составе? В составе у него также лем 100% подкладка из вискозы с полиэстером практически пополам. Тоже классный. По-моему, брюки к нему висят, да? Да, и брюки к нему можно подобрать. 5600. А вот я, кстати, нашла симпатичное платье из шитья. Возможно, мы сегодня даже его примерим. Но я хотела бы что-то больше в бога стилистики с длинным рукавом. В общем, посмотрим. Вдруг мне понравится. 6000. Я уверена, что это хлопок стопроцентный. Да, так и есть. И подкладка, и декор, и основной материал. В общем, берем в примерку. Пришли в красивую такую зону. Помните, я показывала вам в прошлый обзор такую блузку, и она была очень неприятная к телу. Лайм исправился, и теперь здесь блузки с другим составом. Основной материал 100% шелк, подкладка вискоза. 6000. И здесь сразу же за нас все продумали. Здесь есть внутри топ. Молодцы. Эта блузка мне нравится гораздо больше, чем предыдущая. Здесь у нас всякие разные вечериночные платья. Причем стразы спереди и сзади немножко похожи на платье Мэрлин Монрок, которое Аким Кардашин пыталась надеть на себя на прошлогодний Мэтт Галла. Там, конечно, более сложный крой. Здесь это просто платье на бретельках. Ну, такой упрощенный вариант масс-маркета. 7000. Разные перышки. Ой, прыгнула на меня. Давайте посмотрим. В таком случае, сколько это стоит? 6000. Простой топ с перышками. Здесь уже перышки пришиты и не отстегиваются. Да как же тебя взять в руки? Вот. Мне кажется, в этом углу уже слишком много перьев даже для меня. Но здесь есть еще и стразы. Хотите, покажу костюм. Очень эффектный верх. Также весь усыпан стразами. И выполнен достаточно качественно. Стразы и на спинке, и спереди. 13000 у него стоимость. В составе 51% для целых 49 льна. Подкладка пополам. Палестер с вискозой. К нему, по-моему, идут брюки. Да, вот они. Спрятались здесь. И вот брюками я уже довольно меньше, потому что брюки расшиты только спереди. А сзади они скучненькие. Лучше бы было, если бы сзади они также были усыпаны стразами. Брюки стоят 8000. О, вот этот жакет очень красивый. 13000 в составе. 51% для целых 49 льна. Подкладка вискоза с палестром. И он расшит также кристалликами и спереди, и сзади. Очень эффектно с джинсами. И джинс, кстати, не обязательно брать расшитые. Это тоже неплохие. Ну, джинсы, наверное, такие не очень вариативные. Они все равно куда-то в вечерку отдают. Больше подходят для каких-то вечерних выходов. А вот жакет я бы взяла. Вот тоже эффектное платье. Возможное для выпускниц. 7000. Здесь отдельно вот такие вот перчатки с бантами. И простое белое платье, которое потом можно будет носить в качестве дневного на каждый день. Отличная база под жакет. Ну, вот мой оператор говорит об этом платье, что здесь руки отдельно, ноги отдельно. Мужчины такое, видимо, не совсем понимают. О, вот это класс. Это немножко марджела. Смотрите, такой вот пиджак. Все швы наружу. 10000. Очень эффектный. С обычными джинсами. Вот его, кстати, я хочу примерить обязательно. 64% полиэстера, 30% вискоза, 6% эластана. Зато подкладка полностью вискозная. С самыми простыми джинсами, с простыми черными брюками, он будет выглядеть невероятно эффектно. О, я хотеть. Крутой. Это когда масс-маркет. Немножечко не масс-маркет. То есть эта вещь выглядит дороже, чем стоит. А вот такое платье я бы выбрала, если бы была выпускницей. Недорого. 9000. Не ударит по бюджету родителей. Подкладка 100% хлопок. Верхний материал. 63% от 134 полиамид. 3 эластан. Какие-нибудь эффектные обосоножки, эффектную сумочку. И гуляешь до утра. Не знаю, насколько носибельно, но очень красиво. Представьте, как это будет сиять на солнце, на пляже, если накинуть такую майку на купальник. 5000, если вам не жалко, будете самой-самой эффектной. Взять какой-нибудь такой бежевый телесный нейтральный купальник и такую майку надеть. Я говорю, не знаю, насколько это жизнеспособно, но это очень эффектно. Слушайте, девчонки, Лайм нас просто засыпал стразами 3000 топ. 2600 футболка. Эти самые актуальные юбки, которые мне также уже, как и джинсовые, в пол надоели. Насмотрелось в инстаграме. Но если хотите, то здесь есть 5600 стоимость. И сейчас посмотрим, что по составу мерзости платья. С таким же подолом есть уже, наверное, года 4. 70 полиамида, 30 вискозы, 100% хлопок, подкладка. И смотрите по длине, прикидывайте. То есть это не совсем макси. Давайте уже, наверное, пойдем в примерку. Не могла просто не примерить этот эффектный пиджак. Взяла костюмом. Там есть к нему, видите, вот такие брюки на заниженной посадке. И они достаточно странные. Мне кажется, что они полнят, это во-первых. Во-вторых, они очень короткие. То есть я на невысоком каблуке. И даже вот на мой вкус они так чуток коротковаты. Странные немного брюки. Лучше бы здесь смотрелись обычные джинсы. В общем, поэтому верх мы берем в своем размере. Я взяла XS, верх и низ. А низ мы вообще не берем. Берем сюда вниз обычные прямые джинсы, например, как вот у меня были в обзоре мои покупки джинсы из манго. Простые прямые джинсы в пол. Будет очень крутой эффект. Можно еще эффектно также босоножки добавить. И будет более вечерний образ. Либо также взять большую сумку, превратить его в дневной. Верх мне нравится прямо очень. Очень стильно. Еще хотела сказать, девчонки, что это костюм не на жаркое лето. Ткань плотная. Такую прохладную погоду. Градусов 18-20. Возможно, даже 16. И он тяжеленький. Ну, зато уверенный. Верх прямо мне нравится. Наверное, уйдет со мной сегодня. Девчонки, ну, платье вау. Просто скроется, если какие-то нюансы фигуры есть. Очень комфортное. Может быть, в нем будет немного жарко. Ну, вот сейчас мне в примерочной очень даже комфортно наверх повязала рубашку. Потому что я не люблю, когда открытые лямки. И лямки мне длинные. Я их там еле-еле закрутила, завязала. Лямки нужно будет перевязывать на невысокий рост. Сейчас покажусь вам. Вот так вот. Без рубашки. Это размер S. Они есть только в размерах S, M и L. В принципе, S ко мне села нормально. Но если не растянется, то даже талию немного подчеркивает. Я бы, наверное, даже приобрела это платье, но хотелось бы, чтобы оно было такого-то короткое. И у него была длинная бахрома. Если я где-то такое найду, то я обязательно приобрету. А если что, это платье меня здесь будет ждать. Рубашка стоит 5000, также льняная. И это на мне размер M, потому что другого не было. Комфортная, классно-корочная рубашка, которую можно бы относить также с джинсовыми шортами. Я без таких рубашек свой отпуск просто не представляю. Да и свое лето не представляю. Так что тоже советую вам обзавестись. Симпатичная, но, наверное, скорее снова нет. В талии села XS хорошо. Длина, в принципе, меня устраивает. Но как-то грудь сдавила. И вот эти рукавчики мне поднадоели. Все же я бы хотела найти более богемное платье и шитья. Хотя в целом это платье очень даже симпатичное. Просто оно снова не для меня. Этот образ я бы назвала с корабля на бал, когда после офиса в рубашке офисной едешь тусоваться. Меняем брючки своей со стрелкой на блестящую красивую юбку. Надеваем вот такие вот яркие золотистые босоножки. Кстати, трендовые, невероятно. Либо вместо рубашки можно надеть вот этот же жакет. И едем тусоваться в бар. Мне кажется, мы здесь закончили. Переходим в другой магазин. Пришли вы в МАК. И здесь очень большая проблема. Это желтый свет. В зале, по-моему, здесь такого не было. Помещение то же самое. Но, естественно, коллекция совершенно не такая. И пока я прошла уже половину зала, ничего не пересмотрела для себя, для примерки. Многие вещи выглядят, как 10 лет назад были в магазинах типа ОДЖИ. Тут вот какие-то унылые кармашки, которые создадут эффект унылых сисей. Это вот уровня шин и Алиэкспресс. Жакет. Уже вижу, как он весь покроется катышками и затяжками. По ценам могу вас сориентировать. Это стоит 8 тысяч, между прочим. Давайте и состав глянем. 60 акрила, 26 полиэстера, 11 хлопка и 3 вискозы. Пока как-то все очень неутешительно. О, такие платья, помню, в Нью-Йоркерах разных 10 лет назад. Точнее, не 10, наверное, даже все 15 висели. Ну, что это вообще такое? Ткань, как у майки трикотажной. Сверху какая-то невнятная рюша. Это то, что не нужно брать. Здесь вообще, по-моему, все, что не нужно брать. 1800 это недоразумение стоит. Ну, вот из симпатичного нашла такие мюли. Стразы все на месте. Все проклеено, прошито аккуратно. Красивый цвет. Какому-нибудь белому платьишку. Можно вот как раз на вечеринки, на выпускные. Плюс снова вот этот прозрачный пластик попал в тренды. В общем, симпатичная, устойчивая. 4600 могу рекомендовать. Предлагаю вам здесь сосредоточиться на том, что выглядит более-менее неплохо и интересно, а не на вот таких вот устаревших жакетах. Например, я нашла такую юбку пэтчворк. Легкий деним. Так, ценника на этой юбке нет. Будем искать на соседних. 3600. Ну, прикольно. Почему бы и нет? К этой же юбке есть куртка и рубашка. И вот они мне уже нравятся меньше. Юбка прикольная. Рубашка совсем нет. Куртка может быть, но фурнитура, конечно, тоже очень странная. Тем более за 6000 предлагаю брать только юбку. А, вот эти мне тоже нравятся. Я их уже видела. Свитера хлопковые во всех цветах по 4000. Дешевле, чем волвинит. Вот, качество неплохое. Думаю, что они даже не будут зацепляться, не будут скатываться. И тем более на таких джемперах очень легко убираются затяжки внутрь иголочкой. Поэтому вот их могу рекомендовать. Есть ярко-зеленый, синий. В общем, тоже всякие кислотные оттенки. А лучше бы были более спокойные, наверное. Ну, и для полного удовольствия из МАК нас вывели. Зато мы узнали, что называется бренд МАК, а не МЭК от слова Magic. Полагаю, снимать мы там теперь не будем. Потому что требуется разрешение. Разрешение в таких магазинах получить очень-очень сложно. Нужно долго писать, договариваться. Ну и, собственно, смотреть там нечего. Поэтому идем в Остин. Пришли мы в Остин. И пока у меня такое ощущение, что мы попали в прошлое на 10 лет назад. Потому что такие брюки мы носили именно тогда. 1600. Но такое покупать девчонки не стоит. Это не актуально, не стильно. Зато я здесь уже заприметила недорогие и клевые джинсы. Вот, кстати, не хуже, чем мои из МАНГО. Прямые, длинные, смотрите. Где-то на рост 165 можно с каблуком. 2000 рублей. Плотный деним. Хорошая летняя расцветка. Классные джинсы. За две штуки. Супер. Думаю, что здесь мы найдем еще сегодня немало находок, но и много треша увидим. То есть здесь можно убирать что-то точечное. Вот и карга есть. Между прочим, прикольного цвета такого холодно-мятного. 2800. Прям мне вместе с карга футболки предлагаются. Сами себя предлагают. Но футболки смотреть эти я вам не рекомендую. А вот карга неплохие. Прикинем по длине. Ну, а высоких девчонок подойдет на мой рост, конечно, подойдется укорачивать. Вот рубашка неплохая, повседневная. Полторы тысячи, стопроцентных хлопок. У меня есть такая, кстати, ношу с белыми джинсовыми шортами. И вот с этим вот черным топом. Быстро выбежать из дома нужно. Надеваешь сандалии, либо кроссовки и бежишь по своим делам. В отпуске хорошо работают, опять же. А вот такие шорты я не очень люблю. Лучше, когда по классике все как у брюк, а не на резинке. Такие шорты чем плохи? Они смотрятся не очень аккуратно и также относят нас на 7 лет назад. Хотя сами шорты по себе были бы неплохие, если бы у них был классический верх. 1600. В общем, эти не берем. Вот эти берем, кстати, по-моему, себе. Их заказала на Wildberries на примерку. 2000. Там еще дешевле. Такие обычные летние бермуды вот с той самой синей рубашкой. Простой повседневный комплект. И есть еще вот в таком варианте с обработанным низом, более короткие. Тоже 2000. Джинс карго. И вот тоже не могу ругать. 2500. Плотненькие. Цвет хороший. И вот по длине, смотрите. Ну, где-то на 165 с кроссовками будет нормально. Потому что я на каблуках все же. Мой рост 157. Кто с нами недавно. Мне пришлось бы укорачивать. Вот тоже приятная, жатенькая рубашка. Чем такие ткани мне нравятся. Они в чемодане не мнутся. Поэтому в отпуске просто незаменимы. Так, попробуем посмотреть состав. Стоимость 2600. В составе 65% лиоцелла. 35 нейлона. В общем, ждем скидок. Берем рубашку в отпуск. Вот тоже хорошая рубашка. Джинсовые шорты взяли. Топ вниз надели. Растегнутую ее носим. К сожалению. А, нет, есть цена. 1500. Вот. Базовые какие-то простые вещи без изысков для жары. Почему бы здесь и не приобрести. Тем более по таким сладеньким ценам. В составе, я уверена, что 100% хлопок. Любимые мои тельняшки. Вот это точно такая же, как в лайме. За 1800 висит. А здесь за 800. Никакой разницы абсолютно. Тоже 100% хлопок. Нашла очень крутую трендовую вязаную ковтень. Была бы черная, я бы сразу купила. 2000 и также 100% хлопок. Берите самый большой размер, чтобы она была такая свободная, объемная. И ее либо на какой-то телесный бюстгальтер надеваете. Либо на такой не совсем белый топ. Потому что она не совсем белая. Такая скорее ванильная. Вот, прям комплектиком нашла суперские такие вот облегченные джинсы за 2000. Прикольно, что они уже со стрелками. Скорее всего будут на фигуре выглядеть как клеш. И они как будто бы такие не беленые. Смотрите, какая у них прикольная фактура. Мне прям очень нравится. Вот это тоже тот вариант, когда вещи выглядят дороже, намного чем они стоят. 4000. А вид прям потрясающий. Особенно если аксессуарами какими-то хорошими, качественными обыграть. Будет вообще супер. Я вам нахваливала в лайме рубашки по 5000 льняные. А здесь нашла в мужском отделе. Такую же классическую льняную рубашку за 3500. Также 100% лен. Плотненький. Тут чуть-чуть поругаюсь, потому что во многих-многих магазинах я вижу вот эти недорукавчики. Девчонки, не берем такие футболки, блузки с недорукавчиком невнятной длины. Либо мы берем полностью оголяющий плечо рукав, либо мы берем уже рукав более длинный, либо полной длины. И вот это также относит нас на 10 лет назад. Жакет неплох. Не жидкий. 4000. 84 полиэстер, 13 вискоза, 3 эластана. Подкладка полиэстер. Ну, что вы хотели за такую цену? Зато эластана отшита более-менее неплохо. Сам он ровненький, ни кривой, ни косой. Форму держит. Берем какие-нибудь белые брюки, свободные в полбрюки. От него мы не берем, потому что они не актуальные, они в пол длинные, как сейчас модно. А просто прямые. Зашли мы в молодежную часть, и здесь мне нравится меньше, чем в женской. Хотя вот карго-шорты полторы тысячи. Все в карго-брюках, а вы будете в карго-шортах. Почему бы нет? Рядом неплохие джинсы. Такие чуть-чуть поеденные временем, как будто бы. А по низу идет какой-то принт. По-моему, это сердечки. Да, это сердечки. Необычные джинсы в пол, где они висят. Хочу узнать их цену. Вот они. Ну, слушайте, девчонки, 2000, высокая посадка. Прикинем. Где-то на средний рост. Мне кажется, здесь все такое на 165. Для меня единственный минус здесь – это посадка. Я не хочу настолько высокие брюки сейчас носить, потому что у меня они заканчиваются практически под грудью. Но сами джинсы мне очень нравятся. Здесь тоже висят классные джинсы по 2000. Это white leg. 100% хлопок. Джинсы здесь поискать можно. Что у нас здесь еще есть? Джинсовые шорты по 2000. Сейчас, наверное, за такую цену уже нигде практически не найти, разве что в какой-нибудь Зарине. И то я только что заходила туда, там были по 2600. Вот еще тоже, наверное, можно отнести к антипокупкам. Такие платья практически никого не красят. Разве что на даче носить. Но не для города. 3000. И несмотря на то, что ткань приятная, 62% вискоза, 38% полиэстера, такие платьишки мы не берем. Очень легко превратиться в них в бабу. В плохом смысле этого слова. Не в женщину, а именно в бабу. Здесь, конечно, нужно быть аккуратнее. Если в лайме практически все вещи актуальные, современные, и составить из них комплекты не составит особого труда, то здесь нужно выборочно как-то выщипывать вещи и смотреть, знать все актуальные тренды. Зато я нашла то, что хотела. Шитье 4600. Более закрытое. И вот, пожалуй, его я примерю. Давайте примерим тогда комплект. Тот, который я показывала из брюк и полупрозрачной сетчатой кофточки. И вот это платье. Девчонки, кажется, я нашла свое платье из шитья. Очень комфортное. Примерно это я и хотела. Оно будет классно смотреться с казаками. Оно будет классно смотреться с моими мюлями замшевыми, которые я показывала в моих покупках. Единственное, я бы его кропнула. Потому что длина не моя. Я не люблю длину до колена. Я бы его кропнула сантиметров на пять. Но, как вы знаете, у меня не проблема с этим. Потрясающе комфортно. Это размер S. Я бы сказала, что это скорее 40-42. Не обращаем внимания на мою бледненькую кожу, потому что я пока без автозагара. С автозагаром будет совершенно другое. Второй образ, девчонки, и как я и говорила, выглядит на 1000 баксов. Взяла размер M вверх. И размер 27 низ. Мне бы, конечно, лучше на размерчик, а то и на 2 поменьше. Потому что мне и в талии широко, и в бедрах, как вы видите. Но это хотя бы, чтобы сориентировать вас по размерам. То есть здесь размеры немного маломерят. Можете смело брать на размер или на 2 больше. Вниз надела какой-то топ, который также нашла здесь. Но это не критично. Здесь могло бы быть и просто телесное белье, телесная бра. И, конечно же, тут тоже требуется, просится загарчик. В таком случае образ был бы эффектнее. Взять какую-то большую плетеную сумку и гулять на курорте. На этом мы с вами сегодня и попрощаемся. Очень жаль, что Мак нас выгнали. Не показала я вам всю коллекцию. Я понимаю, почему они это делают. Потому что, когда они открылись, очень многие блогеры стали о них нелицеприятно отзываться. Хотя я бы даже не сказала, что там настолько плохие вещи. Просто там очень много плохих вещей, но частично хорошие. Здесь также можно покопаться в Остине. Можно найти классные вещи. И, как вы видите, за 4 тысячи я собрала образ. Просто потрясающе. Ну и Лайм мы все знаем, что сейчас это лучший масс-маркет. Это лучший аналог Зары. Я пошла на кассу, решила все-таки приобрести платье и шитья. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. И пока-пока!